В эфире «Серебряного дождя» информационно-аналитическая программа «Главные темы недели» в студии Николай Свонидзе. Да, дорогие друзья, это Николай Свонидзе, действительно меня так зовут. «Главные темы недели» всё так. Телефон прямого эфира 730-101, код города 495, номер для смс 7903-797-6363. И со мной сегодня Даша. Ещё раз здравствуйте. Мы сейчас проводили из студии Григория Александровича Сатарова, с которым был очень содержательный разговор на разные темы, связанные так или иначе с праздником и с сегодняшним состоянием нашего общества. И вот ещё смс-очка одна-другая интересная есть. «Люди заслуживают и власть, которая сейчас у руля Марат из Казани». Ну, да, да, это известная старая формула. «Я социолог, белорус, во время студенчества участвовал в опросах, бегал с анкетой в Белоруссии. По заказу ОБСЕ институт Манаева перед выборами замерял уровень поддержки Лукашенко. Уровень оказался гораздо выше, чем они ожидали. Потом двое суток анкеты от руки заполнял, чтобы снизить этот уровень. Так что все одинаковые». И вот интересно. «Если часто менять власть, они будут хватать побыстрее и побольше. А если они надолго, будут медленно и размеренно. Пётр из Новомосковска». Вот на это я бы хотел как-то отреагировать, потому что Пётр из Новомосковска формулирует достаточно распространённую позицию, точку зрения. Что если менять власть, то новенькие, голодные, будут приходить и воровать. А тут старенькие уже насытились, себя по брюшку золочёному поглаживают, и больше им ничего не надо. Значит, вот, казалось бы, по логике с этим достаточно сложно спорить. Действительно, новые приходят, тоже хотят воровать. Но по практике, уважаемый Пётр, получается почему-то по-другому, я вам хочу сказать. Вот там, где власть меняется, уровень коррупции ниже. И это тоже можно объяснить. Это можно объяснить тем, что если она меняется, значит, это само уже означает, что она под контролем. Потому что неконтролируемая власть не меняется. Неконтролируемая власть не захочет уходить. Но если она неконтролируемая, она будет бесконтрольно воровать. Поэтому вот эта логика, должен вас расстроить, не работает. Ну, идём дальше. А дальше мы идём вот куда. Наводнение и оползни в Тбилиси. Да. Трагедия произошла в городе Тбилиси, столице Грузии. Я никогда не жил в Тбилиси, но я бывал там, я очень люблю этот город. И я выражаю глубочайшее соболезнование и гражданам Грузии, и жителям замечательного города Тбилиси. Потому что произошло страшное. Там произошло наводнение крупнейшее за 50 лет. Тому были свои причины. Дождь с градом страшный, оползень на трассе и в Тбилисском пригороде. Вышла из берегов река Вера, которая течёт посередине города. Небольшая речушка. Но в данном случае вот из-за оползня в сель пошёл, и страшно это всё закончилось. Погибло, вот я знаю цифры, может быть, они уже другие. К сожалению, они могут меняться только в худшую сторону. 15 человек и 20 без вести пропали. Мы с вами понимаем, что такое при вот таких катастрофах, как на войне, что такое означает «без вести пропал человек», как правило. И погибли люди, и погибли звери. Во-первых, погиб, что не сразу об этом сообщили, частный питомник был накрыт для бродячих собак. И там погибли, вот как я читал, сотни вот этих самых собачек, которые там проживали. И кроме того, в этом питомнике были ещё медведи, которые там содержались. Я не знаю, в каком количестве, но они тоже погибли. Но это не всё, а вот остальное это у нас показывают. И мы видели картинку и читали. Погибла практически половина обитателей Тбилисского зоопарка. Около трёхсот животных. Часть утонула, а часть убежала и была застрелена. Это тоже само по себе очень большая проблема. Это трагедия, потому что занимались их отловом не люди, которые должны их ловить, а спецназовцы, вооружённые боевым оружием. И, конечно, если они видели там медведя или тигра. А животные, дикие, хищники, оказавшись в такой ситуации, конечно, они нервные, у них очень тяжёлое психическое состояние, как мы догадываемся, как и у всякой живой твари в такой ситуации. И они, конечно, агрессивны. Они не понимают, что происходит. Они агрессивны. И они видят в людях не тех, кто хочет им помочь. И многие были застрелены. В частности, погиб знаменитый белый лев Шумба, который был гордостью тбилийского зоопарка и любимцем детишек тбилийских. Волки, которые изобрели на территорию больницы, их, по-видимому, вынуждены были пристрелить. Гиена, тигры, ужасно всё это. Очень жалко зверей, ещё больше жалко людей, естественно. И вот один случай с именем и фамилией, который я должен привести, потому что я об этом сегодня прочитал. И имя, и фамилию увидел, и увидел фотографию этой женщины в газете «Московский комсомолец». Её зовут Гулико Читадзе, звали так эту даму. Она была главной медсестрой тбилийского зоопарка. И две недели назад произошёл с ней несчастный случай вследствие её, в общем, тоже личной храбрости. Она вынуждена была, чтобы детскую игрушку найти. Плакал ребёнок, чтобы найти детскую игрушку. Она полезла в клетку с тиграми, и ей порвали руку, ей ампутировали руку. Это произошло две недели назад. И вот сейчас она уже инвалид, без руки. Она пошла туда и пыталась спасти зверей, и погибла. И её муж тоже погиб, который тоже был сотрудником зоопарка. Вот Гулико Читадзе звали эту даму, царство и небесное. Вот такая ситуация в тбилийском зоопарке, в Тбилиси. Московский зоопарк, кстати, уже выразил готовность помочь своим коллегам и зверюшками, и там содержанием тех зверей, которые остались живы. В общем, как-то помочь. Вот. Ещё раз повторяю, мои глубокие соболезнования. И мы переходим к следующей теме. Визит Путина в Италию. Трудно без папы. Да, знаете, действительно без папы трудно. И это доказал нам наш президент Владимир Владимирович Путин, когда посетил Италию. Вообще, визит был очень интересный. На самом деле, очень интересный. Я, прежде чем о нём рассказать, я ещё раз напомню наши телефоны. Телефон прямого эфира 730-101, код города 495. И номер для СМС, плюс 7903-797-6363. Звоните и присылайте свои вопросы, мнения, что-то ещё присылайте. Что у вас есть, что мне прислать? У нас передача «Главные темы недели». Я повторяю, меня зовут Николай Сванидзе. Так вот, наш президент Владимир Владимирович Путин посетил Итальянскую республику. Вообще, надо сказать, что Италия – это страна, любимая не только российскими туристами и отпускниками, но вследствие вполне понятных, объективных вещей, связанных с замечательным климатом этой страны и её потрясающей историей, которая делает… всё это делает её со всех сторон интересной. Но плюс ещё эта страна очень пользуется большой симпатией нашего руководства традиционно, потому что руководство этой страны, Италии, оно, в общем, неплохо к нам относится и занимает более мягкую позицию по отношению к России, по отношению к российской политике по сравнению с большей частью стран Западной и особенно Восточной Европы. И поэтому наши руководители туда ездят с особым удовольствием. Известно, что отношения специальные и с некоторыми персонально руководителями Италии, в частности, у Путина с Берлускони, и Берлускони сейчас тоже его встречал, они общались, обнимались. А потом Путин встречался с нынешним итальянским руководством, и они посетили вместе с нынешним итальянским премьер-министром Матео Ренци, они посетили, в частности, выставку «Экспо-2015», что само по себе было очень интересно, потому что на этой выставке им показали какие-то вещи вот в павильоне российском, которые, в общем, не сразу ожидаешь увидеть в павильоне такой страны, как наша, на международной выставке. В частности, их угостили квасом, их угостили черным хлебом, им показали самогонный аппарат, им показали татарский сыр, привезенный из Татарстана, натуральный и хороший, под названием голландский. Вот это все было просто исключительно замечательно, и все были очень по этому поводу довольны. А я думаю, что помимо гордости за свою страну, которая может позволить себе изготовление голландского сыра в Татарстане и вот заниматься подобного рода импортозамещением, я думаю, что президент Путин, человек очень опытный, использовал это мероприятие для того, чтобы дополнительно наладить отношения с Матео Ренци, естественно. И, вероятно, как-то даже и наладил, потому что Матео Ренци после этого получил некую такую раздраженную реакцию со стороны своих партнеров по западному сообществу, и в частности из Вашингтона, потому что, ну, что там скрывать, Путина в Европе и в Америке не любят, Путин и сам Америку не любит, там не любят политику, которую проводит Путин, там считают, что Путина нужно сдерживать, и сдерживают, в общем, как могут. И тут Матео Ренци, он с ним дружески беседует. Но после этого Путин поехал в Рим, потому что все то, о чем я рассказываю, происходило в городе Милане. Он поехал в Рим и там встречался с Папой Римским. Вот это, собственно, с чего я начал разговор, что было заявлено вот в этой теме. Самое интересное то, что о разговоре с Папой Римским практически ничего не известно. Вот известно только, что он с ним встречался и что он опоздал почти на час. Не Папа Римский, а президент Путин Владимир Владимирович по своей привычке задерживаться. Он задержался на встречу с Папой Римским, по-моему, на 50 минут. Вообще это имеет многочисленные прецеденты, вот этот вот случай, потому что президент Путин, он задерживался на встречу с Испанским королем, он задерживался на встречу с английской королевой, он уже задерживался на предыдущую встречу с Папой Римским. Каждый раз он где-то задерживается. Вот сейчас вот он говорил, что когда он опоздал на 15 минут к английской королеве, что само все беспрецедентно и должно было даже, может быть, в какой-то мере эту даму и заинтересовать, конечно, потому что, я думаю, с такого рода случаями она не сталкивалась до сих пор. Он сказал, что его задержали пробки в Лондоне, а здесь его задержали пробки в Милане, и вообще вот, ну, задержался в Милане, и в Риме пробки, и везде пробки задержался. Ну, все люди занятые, задержался к королевскому папе и задержался. Но о чем они разговаривали, повторяю, неизвестно. Есть догадки, что они говорили о ситуации на Украине и о ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, не исключаю, что они говорили, во всяком случае, может быть, Путин поднимал вопрос, а может быть, и Папа поднимал вопрос, о ситуации, связанной с взаимоотношениями церквей, православной и католической, и о ситуации с христианской церковью на Украине. Она тоже очень сложная. Вообще, сама по себе встреча Путина с Папой, она интересна потому, что, по идее, с Папой должен был бы встречаться наш патриарх Кирилл. Но Кирилл с Папой не встречается. У нас очень интересная и сложная исторически позиция нашей православной церкви и взаимоотношения ее с нашей светской властью. Очень сложные были взаимоотношения, скажем, митрополитов с царями с давних пор. И сейчас взаимоотношения патриарха и президента, они тоже очень интересны. И вот патриарх с Папой не встречается, а Путин встретился. Но дело в том, что вот исторически у нас наша православная церковь, она находится, ну, конечно, не духовно, не морально, а при Российской империи после Петра Первого, во всяком случае, административно, она находилась всегда под царем. Она находилась всегда под светской властью. Эта традиция, вам нужно сказать, дорогие друзья, никуда не ушла. И сейчас, как мы видим по политическим реалиям, по соотношению политических сил, получается так, что... Мы об этом, кстати, на прошлой неделе говорили с Андреем Кураевым, который приходил к нам в студию. И получается так, что фактически у нас сейчас президент Путин, ну, не первосвященник, конечно, это было бы очень грубо, но в известном смысле он воспринимается как начальник для церковного руководства. И в том, что я говорю, на самом деле нет совершенно никакой крамолы. Вот это так в соответствии с русской, российской традицией. И поэтому его встреча президента Путина с Папой Римским, это не просто встреча светского лидера некой страны христианской, хотя и не католической, с главой католического мира. А это встреча человека, который оказывает очень большое влияние, в том числе и на ситуацию внутри церкви, в том случае внутри православной церкви. То есть патриарх не встречается, а президент Путин встречается. И на самом деле, на мой взгляд, это имеет вполне позитивный смысл, потому что хуже было бы, если бы не встречался ни патриарх, ни президент. Вообще сам факт встречи Путина с Папой свидетельствует о том, что президент Путин озабочен, на мой взгляд, вот я это трактую именно таким образом, свидетельствует о том, что президент Путин озабочен той степенью изоляции, в которой сейчас оказалась Россия. Он может говорить совершенно другое. Он может говорить, что нас, так сказать, не любят, а мы крепчаем. Он это может говорить. Его руководитель администрации Сергей Борисович Иванов сказал на этой неделе насчет отмены российских ответных санкций в отношении западных стран, что не нужно менять, что это был бы удар в спину, лучше бы нам подольше пожить в режиме санкций-антисанкций, сказал Сергей Борисович Иванов. Сам Путин, давая интервью итальянцам в преддверии визита, сказал, что его совершенно не заботят то, что мы больше не члены «семерки», и что «семерка» стала семеркой, хотя была восьмеркой. Да это не организация же «семерка», сказал президент Путин, а клуб по интересам. Ну, то есть так, пивка попить, так сказать, и разойтись. Что не так, как мы с вами понимаем. Потому что, да, это не организация «семерка», но они обговаривают, за пивком и за чаем, они обговаривают решения глобального масштаба. И всегда лучше принимать участие в выработке этих решений, чем быть объектом этих решений, и не принимать в них участие. Это все понятно, и это, несомненно, понятно президенту Путину, что бы он ни говорил для нас с вами. И вот этот визит к папе, я повторяю, это своего рода попытка прорыва вот этой изоляционной такой морально-политической блокады, в которой оказался он, и оказалась страна. Это фактически, на мой взгляд, такое, ну, не то что признание, но признание, в общем, в какой-то мере делом, признание поступком того, что эту изоляцию нужно прорывать. Может быть, через, если не через руководителей этих западных стран, то через руководителя Ватикана, то есть через очень крупного мирового христианского морального авторитета. А папа очень крупный авторитет. Он вообще пастор по призванию, этот аргентинец. Он очень интересный папа, очень интересный. Наверное, вот последний такой интересный был Иоанн Павел II. Он человек очень авторитетный в христианском мире. Поэтому сам по себе разговор, как бы он ни сложился, я не знаю, как он сложился, сам по себе разговор. Папа с Путиным это, на мой взгляд, положительно. Оставайтесь с нами, мы вернемся в студию через пару минут. Главные темы недели. Главные темы недели. На серебряном дожде. Николай Сванидзов у микрофона. Телефон прямого эфира 730-101, код города 495. Номер для СМС. Плюс 7903-797-6363. Со мной Даша. Здравствуйте. Да, СМС-очку почитаю. А, вот, замечательная СМС-очка. Обращаясь ко мне на «ты», какой добрый человек предлагает мне прогуляться на мосту. Ну, видимо, имея в виду судьбу Бориса Фимовича Немцова. Скорее всего, дорогие друзья, вот эта СМС-ка, она написана троллем. То есть человек слушает, у него есть задание, вот написательное количество вот таких вот каких-то хамских комментариев, он за это получает деньги. Почему я ее зачитываю? Я вам скажу. Ведь он слушает. Ведь он увеличивает на самом деле наш рейтинг, да? Вот. Нашу аудиторию расширяет. Так что слушай радость дальше. Слушай, пиши. Молодец. Следующую зачитываю. По официальным данным задержался, а это речь у нас шла о визите Путина к римскому папе, и я сказал, что он опоздал на 50 минут. Вот, соответственно, человек комментирует. По официальным данным задержался из-за диалога с другими президентами. А если из-за пробок, тогда чего вы жалуетесь, что Москву из-за Вовки перекрывают? Все понятно. Значит, ну, во-первых, товарищ дорогой, я ни на что не жалуюсь. Ни на Вовку, ни на Петьку, ни на Ваську. Никогда. Во-вторых, под Вовкой я не знаю, кого вы имеете в виду. Я боюсь нашего президента Владимира Владимировича Путина. Выражайтесь вежливее. А в-третьих, слово президент пишется не президент, а президент. Вот. Ну, теперь мы с вами переходим к другим темам. А тема сейчас у нас с вами футбол. Угрозы. Итак. Ну, мы вчера проиграли. Проиграли. Австрийцам я не буду. Любители футбола. У нас, к сожалению, количество любителей футбола, по-видимому, сокращается. Поэтому обсуждать вчерашнюю игру я не буду. Может быть, это не слишком большая часть аудитории смотрела и увлекается этой замечательной игрой. Игра была похабная. Я согласен с теми, кто так считает. Команда у нас слабая. Я сегодня об этом скажу в комментарии на тему дня, поэтому не буду на эту тему больше ничего говорить. Я скажу на ту такую боковую, о которой вот в этом минутном комментарии у меня сегодня речь не пойдет. Вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня на вопрос об этой футбольной игре задал встречный. А что, кто-то играл в футбол? И этот вопрос можно встречный понимать двояко. А. Что он не в курсе, что кто-то играл в футбол. И Б. Что он не считает то, что было футбольной игрой. И добавил к этому, что Путин матч не смотрел. Что со стороны президента Путина вполне политически правильно. Потому что зачем же ему было смотреть этот матч? Если бы мы выиграли, его следовало бы смотреть. А поскольку мы проиграли, ну и что он будет говорить? Ну и правильно, что не смотрел. Вот все-таки опыт политический никуда не денешь. И вот еще одна информация на тему футбола такая. Вот Блаттер. Йозеф Блаттер или Зепп. Президент ФИФА, который, как известно, не так давно сначала выиграл выборы последние. И в том числе при поддержке Российской футбольной федерации. А затем решил подать в отставку. Потому что, вы знаете, мы это уже не раз обсуждали. Затейно большое дело о коррупции в мировом футболе. И в частности о коррупции в ФИФА как раз. И Блаттер счел за благое дело подать в отставку. А вот тут вот сейчас он под таким благожелательным дружеским давлением со стороны азиатской и африканской футбольных ассоциаций, которые его, собственно, и поддерживали. Не мы одни его поддерживали. Еще Африка и Азия. А там стран много. Далеко не все там умеют играть в футбол. Но, тем не менее, футбольные ассоциации, как в ООН, все равны. Что Гвинея, что Бразилия, все равны. И Блаттер теперь задумался об отмене своего решения об отставке. И, в частности, он сказал, вот эта цитата Блаттера, «В мире сейчас нет достойной кандидатуры, способной возглавить ФИФА», сказал Блаттер. То есть, нет такой кандидатуры, как сам Блаттер. Вот, по словам Блаттера и по мнению Блаттера, лучшей кандидатуры, чем Блаттер, для того, чтобы возглавить мировую футбольную ассоциацию, нет. Вот это, на самом деле, вы знаете, это фантастическая совершенно история. Он, хотя совершенно не наш человек, он, с меня в память не изменяет, швейцарец. Я хотел сказать этнический швейцарец, но нет этнических швейцарцев. Он гражданин Швейцарии. Там, в Швейцарии, много разных атмосов. Ну, короче говоря, не русский он человек-то. И, тем не менее, вот, нет, кто же, если не я? Я не знаю, то ли ему азиаты с африканцами и наши внушили эту мысль, что кто, если не он, то ли она ему самому пришла в голову. Но мысль, конечно, благая. Вот, ну, нет больше никого в целом свете, кто мог бы возглавить мировую футбольную ассоциацию, как не господин Блаттер, уже пожилой. Я уже не беру там руководителя, скажем, Европейской футбольной ассоциации, кстати, тоже нашего доброго приятеля Мишеля Платини, в прошлом замечательного великого футболиста. Но вообще много народу-то, народу много вертится в футболе. И не только которые мячик хорошо пинали в свое время, но и те, которые умеют и головой варить, и знают, как там дела делаются в футболе, и имеют руководящую жилку и способности административные и так далее. То есть нельзя сказать, что вот если господин Блаттер, дай ему бог здоровья, если с ним что случится, уйдет он в отставку или что-нибудь со здоровьем будет, все-таки, несмотря на мои мольбы, то просто осиротеет мировой футбол, просто осиротеет, потому что если мы потеряем Блаттер, мы потеряем все. Футбола больше не будет. Но вот господин Блаттер, он считает так. Вот это мне напоминает, почему я, собственно, так долго и, может быть, и заунывно на эту тему говорю, потому что это мне напоминает вот те смс-ки, на которые я отвечал по поводу смены власти, по поводу того, что вот зачем новые, старые, уже вот как бы и привычные, а новые воровать будут. Вот действительно, а кто как не Блаттер? Вот кто как не любимый? Это можно взять любую страну по вашему выбору, дорогие друзья. Кто как не наш любимый руководитель может нас возглавлять? Больше вроде бы как и некому. Вот на этом мы с вами сойдемся и в очередной раз сменим тему. Угрозы корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной. Знаете, тема очень интересная на самом деле. Тема интересная и страшноватая. Вот я так специально чередую. Нечто забавное и нечто совсем не забавное. Вот у меня новая газета, передо мной лежит десятый номер в РУ, номер восьмидесятый. За десятое число, я хотел сказать, я оговорился. За десятое число этого месяца. И в ней статья приводится полностью, очень хорошо написанная, кстати, чисто журналистки, некоего господина, ну, то есть, некоего известного по имени Мавсар Вараев. Он чеченский журналист, повторяю, очень качественный. Я его не читал раньше, слышал о нем, но, судя по качеству текста, очень хорошо владеющий пером человек. Он заместитель директора агентства «Грозный информ» и главный редактор агентства «Грозный информ». И вот, то есть, это официальное агентство. То есть, иначе говоря, Мавсар Вараев – это человек, который, если и не излагает непосредственно официальную точку зрения чеченского руководства, то, во всяком случае, то, что он пишет, соответствует этой точке зрения. И вот господин Вараев пишет, большая статья на двух полосах газеты, и вот он пишет, в частности, о взаимоотношениях между Российской Федерацией и западным миром, и, конечно, в этих взаимоотношениях большую роль играет ситуация в Чеченской Республике и сама Чеченская Республика. И вот он пишет, цитирую, что с момента, когда были подписаны Беловежские соглашения о ликвидации СССР, стратегии западного мира вкупе, то есть США вкупе СРУ, МИ-6 и МОСАД запустили новую стратегию. Согласно плану, Российская Федерация должна была быть подчинена общей системе обогащения финансовых и политических лиц США и Англии. Читаем «Мировой кагал». Ну, «Мировой кагал» сразу наводят на мысли о некой антисемитской направленности этого текста, но надо отдать справедливость господину Вараеву. Вот именно это направление антисемитское, хотя, несомненно, видимо, присутствует, но не играет принципиально решающей роли в этом тексте. Не на эту тему написано, а написано на другую тему. Сейчас поймете, на какую. Так вот, дальше господин Вараев пишет. «Не думаю, что прямой целью был развал России. Скорее всего, это выражалось в полном подчинении экономике, я сокращаю текст, банковской системы природных ресурсов, а также политической элиты». План отчасти удался. Мы видели, как на заре 90-х приезд возокопоставленного чиновника Государственного департамента США определял дальнейшую работу правительства Российской Федерации. То есть, ну, лихие 90-е, все под власть Соединенных Штатов. Соединенные Штаты хотели владычествовать над Россией, поставить ее на колени. Это все стандартно. И это пишет не только грозненский журналист. Это пишут сейчас и говорят очень многие журналисты, и московские, к сожалению, официальные. К сожалению, потому что эта точка зрения груба и просто лжива. Все, на самом деле, мир гораздо сложнее, чем жертвенная Россия или Советский Союз, и грубые хищные волки западные империалисты, которые постоянно хотят поставить нас в некую неудобную позицию, а мы постоянно с нее встаем на ноги. Но никак до конца не встанем. Дальше журналист пишет следующее. Вот при Путине ситуация изменилась, и теперь только с согласия Российской Федерации в мире могут происходить какие-либо геополитические изменения. Тоже, к сожалению, хотел бы присоединиться к этой точке зрения, но не получается. Происходят геополитические изменения и без согласия Российской Федерации. Но это все, повторяю, не главная тема. Вот это все присказка. Дальше идет о либеральных средствах массовой информации, которые затеяли убийство Немцова. На это намекается, что либералы или либералы по подсказке Запада или Запад затеяли убийство Немцова, и затем либеральные СМИ внесли раздор между Кадыровым и силовым блоком правительства Российской Федерации. Вот здесь уже ближе к теме. Дальше журналист говорит. Благородство нашего происхождения, цитата, не позволяет нам пользоваться такими поистине средневековыми методами, как убийство, оскорбление, подстава, внесение раздора. Мы будем просто убирать эти пешки, имеется в виду либеральных журналистов, с шахматной доски. Точно так, как выкинули женщины из рода Гайлобеевых Милашину из своего дома, заявив, что они не нуждаются в ее защите. Текст написан фактически для того, чтобы дать понять журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной, которая работала в Грозном, что поступил заказ. Вот у меня такое впечатление создалось. Потому что дальше мы пишем, дальше мы читаем, приводится в пример Анна Политковская, но все время и ее смерть. Ее убили и подняли дикий вой во всех либеральных СМИ о полицейском государстве. Следующей сакральной жертвой станет, пишет журналист, просто как утверждает, вот как я читаю, я читаю по-писанному, следующей сакральной жертвой станет именно Елена Милашина. Перед этим, говорится, вполне вероятно, пишет журналист, но тем не менее. Вполне вероятно, это в данном случае звучит как утверждение. Только исполнители на этот раз будут точно не кавказцы, то есть он знает, кто будет исполнителями. Скорее всего, из среды фашистовающих организаций найдут того, кто исполнит этот заказ. И дальше он пишет. Мы видим подспудную подготовку жертвы. Пробросы в СМИ о том, что Милашиной посоветовали следить за безопасностью, обращение в Следственный комитет, Милашину готовят давно и основательно. Совсем не даром. Госсекретарь США Джон Керри лично вручил Милашиной награду International Woman of Courage за журналистские расследования. Будем надеяться, что не посмертную. Дорогие друзья, это угроза. И мы сейчас вернемся в студию. Я закончу эту мысль. У меня просто есть некоторая информация на этот счет, с которой я вас ознакомлю. Главные темы недели. Да, главные темы недели. Николай Сванидзов у микрофона. У нас осталось совсем немного времени. Я говорил вам о корреспонденте новой газеты в Чечне Елене Милашиной. Так вот, согласно моей информации, она получена из очень компетентного источника, имеющего прямое отношение к новой газете. Уже предложены силовыми, представителями силовых структур, предложенной Елене Милашиной защита. Но редакция пока думает. И пока не приняла Елена Милашина тоже. Они думают, соглашаться на это или нет. Детали мне пока неизвестны. Но единственное, что я могу сказать, что означает эта защита по примеру. Может быть, сейчас другой вариант. Но вот я, например, знаю по примеру того, что было предложено Карине Орловой, журналистке другой радиостанции, которая тоже попала в такую достаточно грозную ситуацию. В результате просто уехала из страны. Ей была предложена защита. Но при условии, что она уйдет из социальных сетей, будет вести себя тише воды, ниже травы, и не будет никого раздражать и дразнить, в частности, Рамзан Ахмадовича Кадырова. Вот сейчас, вероятно, похожая ситуация. Скоро мы с вами прощаемся. Напоследок еще одна тема, достаточно веселая. Из мира бокса, дорогие друзья, вот как раз есть такая организация промоутерская «Мир бокса», которая проводит значительную часть наших серьезных боксерских турниров. И вот ее руководитель Андрей Рябинский, он сказал, что принято решение, чтобы на наших боксерских турнирах девушки были не в бикини, а одетые. И обосновал это так. На наших шоу присутствуют люди разных культур, выходят боксеры-мусульмане, к которым мы относимся с уважением. Боксерское шоу, говорит господин Рябинский, это не совсем то место, где должны ходить девочки в бикини. Но он не указал, где то место, кроме пляжа, где должны ходить девочки в бикини. Нам нравится более сдержанный и солидный формат. Это серьезное спортивное мероприятие международного уровня, а не стриптиз-клуб. Поэтому мы решили поменять формат, чтобы у нас все было более цивилизованно. То есть цивилизованно, это когда без бикини. Значит, девочки должны выходить одетые. Вот так или иначе, это будет цивилизованно. Нам нравится более сдержанный и солидный формат. Вот кому нам? Может, господину Рябинскому нравится? А мне, например... Я не думаю, что и господину Рябинскому нравится. Я не знаю, откуда это пошло у него вдруг, что ему вдруг стали нравиться девушки исключительно плотно одетые. Но вот сказал. Но это, конечно, очень интересно. Потому что во всем мире, на самых серьезных боксерских шоу мирового класса, с частями суперзвезд боксерских, девушки именно в бикини. И это совершенно нормально. Это привлекает публику. Потому что, как правильно сказал Рябинский, это шоу. И у меня есть еще вопрос. А вот там сидят в зале, как правило, на боксерских шоу, хотя на крупнейших сидят и прекрасные женщины в первых рядах, звезды, актрисы, модели. И ложи блещут, они сидят в драгоценностях. Это действительно шоу мирового класса. Но в основном преобладает, конечно, естественно, мужской зритель. И вот у меня вопрос. А мужскому зрителю? Ему можно смотреть на голых мужиков на ринге, в трусах в одних. А значит, на девушек в бикини ему, значит, смотреть нехорошо. Его, значит, от этого ломает мужского зрителя. На девушку смотреть в бикини его ломает, а на мужика в трусах ему в самый раз. Вот как это соотносится с нашими традиционными ценностями? Я хотел бы спросить здесь у тех господ, уважаемых, в частности, господина Рябинского, которые принимают это решение. Может быть, в порядке исключения разрешите девушкам ходить в бикини все-таки? Или мужиков оденем? Вот пусть боксеры тоже плотно одетые выходят. В тренировочных костюмах Adidas, скажем, я не хотел рекламировать эту фирму. Это может быть и другая фирма. Может быть, скажем, какая-то российская даже фирма. Но, в общем, плотно одетые, с ног до головы. А то как-то получается нехорошо. И я считаю, что это даже в какой-то мере заслуживает реакции стороны Государственной Думы Российской Федерации. Потому что нужен какой-нибудь здесь законопроект придумать. Чтобы нельзя было... Чтобы мужчины голые, а женщины одетые. Срочно надо Милонову дать портзадание, я считаю. Ну, как минимум. Как минимум. Вот, дорогие друзья, на этой печальной, в общем, достаточно ноте мы сегодня с вами прощаемся. До следующего свидания. Всего доброго. До свидания. Это был Николай Сванидзе. А я напомню, что тема дня за 60 секунд уже в следующем часе. И не забывайте сегодня в 23.00 очередной выпуск нового сезона пиратского радио Люси Грин.